Роллс Ройс Роллс Ройс Роллс Ройс Роллс Ройс Так, крыша потихоньку открывается Все Теперь эта тачка стала настоящим круизом Я морально готовлюсь к тому, что вы меня за такие проделки можете наругать в комментариях Но я считаю это искусство Такого мне кажется еще никто не делал Это так прикольно, ребята, это очень прикольно Вы все умеете играть в крестики-нолики, да? Крестики-нолики, вот это что! Давайте добавим немного желтого Мой любимый цвет На такую тачку писать, что это Майбах, это слишком оскорбительно Потому что Роллс Ройс это Роллс Ройс Поэтому я убираю свои сомнения и пишу, чтобы все знали, что это не Майбах Май-ап Здесь Здесь была... Здарова! Лондинка Драйв. Как раз хотела писать, да, вы уже опередили меня. Привет, ребята. Привет. Привет. Что вы думаете насчет этого? Приколе. Это смываемая краска, да? Нет, мне владелец автомобиля проспорил, и это не смываемая краска. Это смываемая краска. Нет. Кто будет красить его? Ну, знаете, когда у вас есть чего-то много, одного не жалко, скажем так. Я тоже блогер начинаю. Начинающий блогер? Ну-ка, поделись, что ты делаешь на самом деле. У меня просто есть свой проект, я купил себе жигу и просто прокачиваю. А сколько тебе годиков? 14. 14?! И у него своя жига, ребята, это контент. Обычно жигу покупают, когда зимой хотят потрифтить. Я как раз в декабре, в начале января ее купила, думала, будет много снега. Смотрите, у меня есть три баллончика, я могу вам дать. Ну ладно, вы можете что-нибудь маленькое от себя нарисовать. Хотите? Все, спасибо. Спасибо большое. Я думаю, вам напомнится это на всю жизнь. Давай, устраивай, кстати, такой же челлендж с твоей жигой. Раскратно. Это реально круто. Тебе успехов с твоим каналом. Спасибо. Ты большой молодец, что в 14 лет купил жигу. Надеюсь, ты не катаешься, а не без прав. 6. Ну, это издержки, как говорится, художественной профессии. Ой, какой смачный. Здравствуйте. Какое-то недопонимание. Я не знала, что теперь у нас штрафуют за то, что вы разрисовываете свою, окей, даже не свою, но машину, которая была проспорена. Оказывается, теперь за это штрафуют. Фоткаться можно? Давай прямо из салона, пожалуйста. Мне очень холодно. Спасибо. Мы вчера выехали на такси что-то. Серьезно? Вы ехали на такси сюда? Мы в истории увидели тебя и сразу же приехали сюда. В этой тачке сосредоточие сусального золота на 1 квадратный сантиметр этой машины очень, очень великое. Посмотрите, все вот это вот, вот эти четырехкаратные сусальные золота. То есть это маленькое такое напыление настоящего золота. Потому что если бы это все было из золота, машина бы весила, ну, килограмм на 100-150 больше. Это дерево, из которого делают обычно там палубы на яхтах и так далее. То есть это тоже очень большая редкость и выглядит очень стильно. Ручка из сусального золота, даже стеклоподъемники, чтобы вы понимали, все вот это, это все, будем называть ее вкратце сусалка. Потому что сколько раз я это принесла уже слово, у меня уже язык заплетается. И, конечно, дух экстаза, который вон там впереди, это вот это цельное золото. Вот, знаете, вот такое прям вылитое цельное золото. Воздуховоды, колонки, пороги. Даже там что-то есть. Вот это тоже все. Сзади, кстати, много пространства. Посмотрите. Все очень стильно. Кстати, все кастомизировано. Потому что изначально же такого нету, такого дизайна в Rolls Royce нет. У меня есть небольшая проблема. Посмотрите на мои ботинки. Все это теперь с каким-то голубым напылинием. И также, посмотрите на мои полготки. Как будто я вляпалась в бензиновую лужу какую-то. Конечно, неприятно. Ну, в неделю сколько топлива уходит, если она не кататься? 22 литра на 100. Сейчас мы посмотрели ПТС-ку и машина 2009 года. То есть это предпредыдущий Rolls Royce. Но фара у него от предыдущего. Поэтому такая небольшая обновочка вышла. Но он в идеальном состоянии. У него пробег всего 26 тысяч километров. Потому что машина все-таки выходного дня. Не каждый день поездишь. И нам еще повезло то, что погода такая хорошая. И зима такая теплая. Нажимаю кнопочку. И он моментально появляется. Оп. Владивец этого автомобиля большой фанат Большого театра. И всех, наверное, постановок еще и у Кунчика, там, Бориса Годунова и так далее. Потому что даже вот крышечка бардачка сделана, смотрите, с надписью большой и с логотипом большого. Давайте пока поговорим о тех ощущениях, которые тебе дарит Rolls Royce на дороге. Ты не едешь, во-первых, а плывешь в этом автомобиле по дороге. Тебе не хочется ехать со скоростью выше 50-60 км в час. Тебе просто хочется наслаждаться мягким покрытием дороги, которым, к сожалению, мы можем довольствоваться только в центре Москвы. Эта машина не направлена на то, чтобы выезжать на ней дальше садового или, окей, третьего транспортного кольца. Но мы сейчас едем на МКАД, чтобы ощутить новые эмоции. Все немного охреневают от моих пакостей. На нее просто все, все в потоке обращают внимание. То есть, если раньше мы ехали на ней, когда она не была еще разукрашена, на нее и так обращали внимание, потому что это А. Rolls Royce. Б. Он кастомный. И очень много внимания привлекают диски. Прям немерено. То теперь просто не каждый второй, а каждый первый человек, который едет с нами в потоке, обращает на нас внимание. Так, ну что? Крыша, открывайся. Сейчас ощутим, каково это ехать к МКАДу с открытой крышей. Сейчас мы желаем более чем. Все весело было до конца. Я думаю, что это будет как раньше, когда все было. Мы так комфортно в городе. Мы так комфортно в город, где мы вызвали дома. Ту так к риски. И все время тому, чем дела. Сейчас нам занимаемся. Просто вы 끌отите посадку. Соткатируже. Я не знаю, как никогда. Я знаю, что это моя время. Если ты угодно, ты знаешь, что это будет хаметно. Все в конце Грена. На самом деле, когда едешь в Мамкаду с открытой крышей, кажется, что тебя сейчас снесет просто нафиг. И пыль, и ветер, и дальнобойщики, которые мчатся просто вот по правой полосе, и фактически готовы тебя снести. Во-первых, это тачка, которая никогда не устареет, потому что вот этот экранчик, кстати, который вдруг ни с того ни с сего появился, за место часов, я вам их показывала, он очень прикольненько вылезает. Вот, то есть вы просто нажимаете на кнопку буквально, и эта машина становится вне времени. Не хватает только картошки с маком. Я долго покидаю этот прекрасный автомобиль, иду за кое-чем. Здравствуйте, можно мне маком по жизни, пожалуйста, двойной роял, креветки, 9 штук тоже, и один хэппи-мил. Пильму для меня. Люди, проходите, проходите. Ангелина, держи себя в руках. О, что за лайба поехала? Это гусин! Москва, большая деревня. Картошка. Стоп, я провожу тестирование, как это обычно происходит, в багажниках, в любом автомобиле, могу сказать, по ощущениям. Конечно, в джакузи здесь не посидишь, но проехаться по какой-нибудь лесной дороге где-нибудь в Италии, когда рядом с вами кипарисы и ламандовые поля, во Франции, например, в Провансе, самое то. Сейчас мы проверим, насколько он вместителен. Если я буду кричать, открывайте. Когда я не буду помещаться в такие багажники, я пойму, что мне пора ходить. Ребята, у вас есть как минимум два резона поставить лайк этому видео. Первый резон — это эта сторона автомобиля. Второй резон — это вот эта сторона автомобиля. На этой позитивной ноте я заканчиваю свой влог. А я пошла дальше есть свою картошку.